Лучшее в стране Лучшее в работе после ухода из группы Захотел поработать именно с теми людьми, с кем уже работал в группе Иньян Это снимал клип Сергей Солодкий Нереально приятно было с ним работать Мы друг друга понимали, все происходило само собой Что в клипе, скажи пожалуйста, принадлежит тебе сценарий, например? На самом деле в первом ничего не принадлежит Все Сергей придумал, все прорисовал, картинку все сделал Я доверял этому человеку, он профессионал своего дела Ну я вставил, мы попробовали пару моих вариантов каких-то снять А, ну их вставили, кстати, кусочек Там когда в машине с девушкой она откидывает голову То есть можно сказать, что второй режиссер Сергей Ашихмин, да? Ну вообще у меня фантазия в плане режиссуры отличная Я всегда... А поучиться пойти заняться? Я сейчас, кстати, монтирую свои ролики, стараюсь, пока их не выпускаю У меня там уже огромная такая папочка набралась, что потом можно будет сразу проектом целым Лайф Ашихмин какой-нибудь запустить Вот, поэтому сейчас мне очень интересно Это вообще музыка, видео, вот все, что с этим связано Ну ты вообще же любишь компьютеры, гаджеты разбираться Очень, вообще особенно продукцию с вот откусанным яблоком Угу, прям фанат А с чего это началось? В очередях не стоишь, когда премьеры там? В очередях нет, но сейчас полечу в Китай, возможно придется стоять За тем самым За тем самым, да Потому что я даже, я не читаю книги, мне тяжело, они даются Я стараюсь или аудиокниги слушать Но я прочитал биографию Стива Джобса, 600 страниц Что тебя больше всего впечатлило? Вот тебя, творческую личность Впечатлило в плане Ну вот такие моменты в этой биографии Как это все происходило? Вообще с чего это все начиналось? И насколько человек был целеустремленный И то, что он отстаивал свое «я» и он знал уже внутри Знал, что он хочет и знал, куда он идет Вот это самое главное Ты сейчас уже можешь сказать, что ты знаешь, чего ты хочешь, куда ты идешь? Почему спрашиваю? Потому что у тебя не так давно, да, случился этот переломный момент Ты много-много лет был в группе, принял все-таки решение уйти Да, тяжелое решение Тяжело, тяжело было? Тяжело, конечно Знаете, 7 лет, 7 лет я был в группе Я давно, можно сказать, готовился Готовился и... Чуть ли не с 13-го года, вот где-то в интервью ты говоришь Думал, думал, как это будет происходить Поэтому вот столько времени прошло Обычно люди уходят, ну и уходят А тут надо работы много делать Ты знаешь, я никогда не была участницей коллектива Но мне кажется, что это, наверное, как развод, что ли, да, для мужчины и женщины Вот просто взять и оставить что-то родное, родное, родное А я думаю по-другому Это как выпускник из школы Вот скажи Теперь ушел из школы в институт Вот Был хотя бы один момент, когда ты сам себе сказал Блин, Сереж, надо было остаться Нет Такие решения принимаются, если ты точно знаешь, чего ты хочешь Как вот Стива Джобс Смотрите, у меня вопрос такой Сереж, смотри, получается, что ты сейчас сам себе продюсер, руководитель своего ИП У меня есть Ашихмин и П, кстати говоря, да Да, вот, кстати Ну давай покажи, что там у тебя, печать или что? Вот Ашихмин и П Оооо Отлично Слушайте Спасибо Это вы хорошо напросились Я поясню тем, кто настолько Так, мне какого цвета досталось кепочка? И сейчас мы в который раз убеждаемся, что он не только хороший певец, но он еще и близок к миру моды Ну давай поясним для тех, кто нас слушает сейчас в машине, не смотрит Нам Сережа подарила по своей фирменной кепочке Своей фирменной кепочке Ашихмин Москва Очень красиво, очень красиво То есть смотри, мы к кепочкам еще вернемся и к одежде Получается, что ты сейчас сам выбираешь песню Сам выбираешь, как ее аранжировать И все, все, все делаешь Сам даже монтировать умеешь Все делаю, у меня есть команда людей, с которыми я работаю В которых, как бы, я вижу свои интересы С людьми, с которыми у нас одинаковые интересы Мы идем в одну сторону И с такими людьми я стараюсь работать Есть ли вакансии, может быть, кого-то ищешь? Вакансий еще много На сайте можно написать тебе, предложить Кого ищешь, скажи, пока люди слушают, смотрят страну Напишу, ищу саунд-продюсеров Современных, которые пишут модную, креативную музыку СММщики нужны? СММщики, да, нужны Повара нужны, Сергею? Да, кстати, скоро откроем ресторан, поэтому это шутка Настолько много меня не хватит В интернете и, конечно, в Инстаграме у Сергея Сергей Ашихмин в гостях у нас Программа «Лучшие в стране» Вы понимаете, что этот человек может не только делать Замечательные музыкальные треки, но еще и красивую одежду Мы тут выяснили, что не только кепочками красивыми Богата коллекция одежды Сергея Ашихмина И драненькими футболочками Да, кстати Рассказывай, что еще и как вообще это началось в твоей жизни? Что? Одежда Одежда, Сережа Вот это бизнес-жилка, она вообще откуда? Да, это от мамы с папой Они раньше возили с Польши вещи Я в детстве постоянно ждал, когда мама приезжает, привозила мне сникерсов Такую целую коробку Еще в России их, по-моему, не было Вот, и куча вещей И я сразу примерять все А, у тебя такое было крутое детство Ну, как сказать, крутое Ну, не крутое, но просто одевался я не как все Всегда хотели все меня побить Потому что я одевался не как все Ага, то есть уже с детства было, да? Широкие штаны были, там всякие потертые, колокола, помните, раньше такие были Вот А потом, когда в группе был уже иньян, я просто параллельно занимался вещами, возил из Китая вещи И девчонок по группе тоже одевал? Да, и девчонок одевал, и Артема одевал Ну да, я привозил им все время, чтобы мы в одной гамме все были Смотрелись Все знали, да? Сейчас Серега вернется из Китая при одене, да? И привезет новых вещичек А потом более начал я профессионально к этому относиться и начал свой бренд создавать Я подумал, пусть будет не сто вещей сразу, а пять, но зато придумаю я их сам И сейчас раньше я искал каких-то дизайнеров, веб-дизайнеров, чтобы они не отрисовывали Один отрисовал, потратил деньги, не понравилось второй Потом потратил полдня в Ютьюбе, посмотрел уроки фотошопа и начал рисовать За 15 минут я могу модель какой-нибудь футболки, костюма спортивного отрисовать ту, которая мне нравится А Боско трепещи? Так можно сказать нам сегодня? Все трепещите Все трепещите Получается люди, которые говорят, вот, я выучился в Лондоне, потом я полетел в Париж, потом я еще отучился в Нью-Йорке И теперь я, йоу-йоу, крутой дизайнер, ну вот, опровергая всю эту теорию Сергея Шихмин Полдня в фотошопе, сам себе дизайнер, сам себе бизнесмен, сам себе креативщик А как там правильно пошито, это я уже с производством разговаривал На сайте у тебя есть информация? Там же несколько, по-моему, стилей, несколько линеек у тебя Да, у меня сейчас три, ну как две линии, как бы это смарт, просто, ну повседневно casual И такой, типа, гламурный стиль, люкс такой Ну есть, да, блестящий, всякий, то есть это выход куда-нибудь, свет там Слушайте, подождите, товарищи, я вообще уже запуталась, мы сегодня с кем говорим? Мы говорим с певцом, исполнителем или с дизайнером? Нет, это, дизайнер это хобби, это, я музыкант Музыкант Итак, музыкант, рассказывай, значит, у тебя, когда пластинка-то выйдет, и выйдет ли, как ты мыслишь? Я стараюсь, вот я сейчас, вот видите, я с синяками, такой не выспался, я лег в 5 утра, сижу на студии Я долго собирал дома студию и, наконец-то, в погребе создал, потому что, видимо, помидоры с огурцами мне не очень нужны были Выкинул, да? Да, там, правда, холодно, но я обогреватель ставлю А ты поэтому молодо выглядишь, у тебя криотерапия, криоэффект создается Да, как огурцы замороженные, да? Как огурчик такой Так, сидел в общем... Замаринованный Итак, что в твоем бункере, рассказывай, да? Вот, собрал, наконец, я студию, и вот эту неделю всю буду я сидеть там, вот выехал к вам Сидишь для того, чтобы записывать свои битвы? Ну, я пишу и записываю треки, которые у меня куплены, то есть, ну, там, у авторов Приобретенные, не твой Да, приобретенные, да И свои пишу, потому что в альбоме будет 50 на 50 А свои тоже есть что сказать и есть о чем написать Да, у меня уже есть мои готовые треки, которые, они пойдут в альбом, потом они как синглы будут выходить Но сейчас плодотворная работа, чтобы до Нового года успеть записать этот альбом И плюс там, на самом деле, еще столько работы, еще английский альбом будет Так, подожди, давай обо всем по порядку, нам сейчас... Значит, насколько я понял, например, до 8 марта может выйти твоя пластинка дебютная, да? Ну, так вот Да, конечно Да, все будет О, кстати, отлично Отлично До Нового года я не успеваю, ребята Давайте так, давайте, не Новый год и не 8 марта, а День всех влюбленных, 14 февраля Не успеешь на 14 февраля, а 8 марта сделаешь Да Лучшее в стране Сергей, ну и к нашему разговору присоединяются твои поклонники в нашей группе ВКонтакте Садают вопросы и желают тебе вот новых хитов Спасибо, спасибо И спрашивают Сережа, если бы у тебя, как в сказке, была бы в руках машина времени В какой бы отрезок своей жизни ты перенесся? Это вопрос номер один Пожалуйста Какой отрезок жизни ты бы перенесся? Это просто так, на время? Ну вот на время, наверное, да Может ли что-то исправить, улучшить, изменить, я не знаю Да нет, все нормально Или, может быть, в будущее я бы заглянул? Я не смотрю, да, я, наверное, заглянул бы лучше в будущее Интересно на себя так в полтинничек посмотреть Да? Вполне, наверняка уже будут кучи технологий, что ничего не изменится Ну, заслуженным артистом России, по крайней мере, уже точно годишь Может быть, и народным Мы желаем тебе этого В соболиной шубе, знаешь, в стразах такой метр пошел Я здесь для вас Кем ты мечтал стать в детстве, опять же, спрашивают поклонники Певцом Певцом, да? На самом деле, я вначале танцевал, а потом увидел, моя подруга пела Вот она вышла на сцену, начала петь И я так замер Смотрю, думаю, что-то новое То есть это в Алексине было? Да, да, да Это было в лагере, в Приокске, в Алексине Мне было тогда 14 лет Женя Калмыкова пела на сцене И я, прям, у меня сердце замерло Я почувствовал, что такое музыка Я думаю, какие танцы? Да ладно? В сторону Пошел к ее педагогу на пару занятий А как же брейк-данс, Сережа? Послушал, а школу открывал, танцевал, там А сейчас лобо? Пластик Не, ну руки живут, тут руки... Я могу покрутиться, там, на голове Слушай, а можно ли сказать, что это твоя утренняя зарядка? Нет Нет, нет Просто так, разметичка Ну, иногда зарядочку там отжимаю Что-нибудь такое, но брейк не танцую с утра Но, возможно... Но, возможно, летом, когда яркое солнце припирает И когда надо снять клип, а в клипе нужна танцевальная сцена Вот в следующем, кстати, хочу В следующем клипе? Да, станцевать А почему нет? Ну, 6 лет больными танцами занимался Открывал школу по брейк-дансу Надо попробовать А ты сказал, что ты взял буквально пару уроков вокала и пошло-поехало То есть педагог сказал, ты поющий парень Да, и мне очень понравилось Ну, она не сказала, ты поющая Она говорит, интересные какие-то ходы там Да, 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 да Это действительно программа «Лучшие в стране» И у нас сегодня просто красавчик Певец, дизайнер Очень, как мы поняли, собранный и системный во всем мужчина Сергей Ашифмин Раньше я таким не был Смотри, Сергей Мы с тобой заговорили о том, что ты взял буквально парочку уроков вокала Показала своему педагогу какие-то нестандартные вокализы, какие-то ходы Ну, какие-то, да, свои у меня вылезли какие-то ходы Она говорит, ой, как-то интересно вот это вот спел слово Ага При этом никакой музыкальной школы и такого вокального образа не случилось Нет, в детстве очень много слушала, много музыки У меня брат подсаживал все время, он что-то слушает Мое детство — это «Продиджи», это «Линда», это «Руки вверх», там, что там еще? «Энигма», кстати, вот какой-то такой вот меломанский микс У нас, знаешь, главный специалист на телерадиоканале «Страна ФМ по музыке» — это Роман Шахов Он невероятный меломан, да, разбирается фантастически Вот дай оценку сейчас Сергею по набору этих песен Мне кажется, мне кажется, что здесь вся эта музыка очень качественная, прежде всего Вот, и мы можем это наблюдать теперь уже в песнях Сергея То есть на чем он учился, мы уже наблюдаем Слушай, ну вот-вот-вот-вот-вот В следующую песню вставлю кусочек Итак, по поводу вокала, значит, ты же учился не только у этого преподавателя, да? Расскажи, кто еще... Потом вот я начал, меня заинтересовала музыка Потом я решил поступать, куда учиться Я думал, или на юриста идти, или, ну... Или музыка Ну, музыка победила, мы знаем И я спрашивал у учителей всех, они говорят Какой офис, какой юрист, ты что, тебе только на сцену прямая дорога Ну, я как бы почувствовал, внутри надо музыкой заниматься И поступил в институт в Москве, учился там два года И потом попал на фабрику звезд В институте, да, были хорошие педагоги Хорошая команда, там, и актерская, и вокальное отделение Были все крутые Но открыть меня они не могли, все равно Кто тебя открыл? Открыл меня Владимир Коробка Вот на фабрике звезд И это произошло, может быть, в институте это была подготовка ко всему Может быть, вот я созревал Такой накупленный опыт, да, сейчас Да, опыт он вот был И вот уже Владимир мне показал, на что способен Познакомил с самим собой Да, он просто сказал, как надо от головы Ну, вот, это все должно происходить отсюда и отсюда И это в сочетании, вот Вот, казалось бы, да, люди учатся И голос начал растягиваться прям до невозможно Люди учатся музыке, да, там, порой по 10-15 лет Консерватория, музыкальная школа Да, все заканчивается А, все заканчивается А здесь раз правильный человек встретился в жизни, да Который нажал на нужные кнопочки И Сергей захил Психологически Занимаешься распевки, насколько сейчас Да, у меня есть Владимир распевки по сей день И периодически к нему хожу на занятия И вот самое главное распеться перед концертом еще где-то Потому что если я не распоюсь, срываю голос сразу Береги голос Потому что я сразу бомблю высокие ноты А голос еще не готов, не разогрет Поэтому, ребята, все, кто занимается вокалом, поет Обязательно разогревайте голосовые связки Всеми возможными способами Можно даже 50 грамм Но не больше, да? Но не больше, нет Это уже когда ты совсем-совсем профи Ты знаешь, что мне интересно? Вот мы заговорили про твой волшебный Крио-погребок Где ты записываешь музыку Как все это выглядит на самом деле? Вот просыпаешься ты с утра пораньше И думаешь, так, 9 часов утра, пошел я в погреб И вот садишься, начинаешь писать, сочинять, творить Вот закулись чуть-чуть обывателям Нет, нет, это совсем не так Я нахожусь один Так Даже чтобы никого рядом не было Вообще, мне надо быть одному Я просто смотрю музыку какую-то, слушаю другую А, ты ловишь вдохновение Да, да, и оно бывает, оп, и включается что-то Я быстренько беру диктофон Быстро записываю Потом спускаюсь быстро в студию Начинаю подбирать Все это На фортепиано ты тоже играешь? Да, и сейчас я еще учусь Продолжаюсь учиться Феноменально На фортепиано Сейчас разучиваю такую красивую композицию Мне недавно понравилась Она очень «Dustill Down» называется Зейн и Сия Она еще не была на радиостанциях Я ее услышал в Ютьюбе Мне прям взорвала она эмоционально И на ней я вдохновился и уже две песни пишу Слушай, ну ты реальный вундеркинд, Сережа Вот я что тебе могу сказать Скоро-скоро посмотрим клип Песня, которая является одной из самых новых Да У Сергея в арсенале Так что оставайтесь, не переключайтесь И смотрите «Страну FM» прежде всего Да, и Сергей в течение эфира демонстрирует свои самые различные стороны Мы уже поняли, что ты постоянно занимаешься улучшайзингом И что ты реально большой молодец Давай сейчас немножечко поразмем Помогай, помогай, помогай Поразмыслим, да? Поразмыслим, нет Разминать мозги я хотела сказать Спасибо Эрудицию, да Вот, да, эрудицию Давай проверим твою Короткий-короткий Блиц Вообще не думай, отвечай Окей? Да, хорошо Ну давай, погнали Любимая книга? Автор, Стив Джобс Только что Любимая песня Последняя, вот «Зейн и Сия» «Дасксилдау» Окей, фильм? «Титаник» Любимый герой Любимый герой? У меня их несколько Микки Маус Отличненько, хорошо Напиток Кофе Город Москва Что бы ты изобразил, если бы делал тату? Что, прям говорить? Реально говорить Давай Я бы изобразил Блин, много всего Потому что у меня там У меня в планах тату как раз Но сначала Отображение себя Если у тебя уже Картотело Где, где, что будет? Да, да, да Есть такой, да? Да, есть такой уже Мой внутренний мир Аж рейхментату Все, мы ждем А ты реально Прям заставишь бизнес-идею В общем, да, да А он очень не первый раз так делает Бери его Реально Золотые мозги просто Кстати, идейных людей Очень мало Да, вот те, кто реально думает Нас надо беречь Те, которые Мы тебе, смотри Тут уже бизнес-проекты Накидали Так, ну что Давай быстренько закончим С Блицем Бритни Спирс или Леди Гага? Леди Гага Курица или рыба? Рыба Кожа или замша? Кожа Борщ или гаспачо? Борщ Борщичок Какую вещь из своего детства Ты хранишь до сих пор? Фото Фото? Страна, в которой ты никогда не был Но мечтаешь там побывать Бразилия Бразилия? Реально? Ну, такой вопрос Вот чисто от меня Почему заяц с ушами А волк с зубами? С ушами? Ну, продемонстрируй Чувство юмора, Сергей Давай, давай Потому что заяца за уши Удобно брать И шляпу вытаскивать Принимается ответ Браво, Сергей Ашахин Спасибо, да Действительно, роскошно Ну, а теперь давайте поговорим О том клипе Который вот сейчас у нас уже Должен возникнуть в эфире И его украсить Да, мы сейчас будем его смотреть А клип так и называется, да? Песня так и называется Смотри Смотри, конечно Точно Мы его, в общем-то, смотрели Может быть, кто-то еще не видел Так что не отходите от своих телевизоров Гаджетов И обязательно посмотрите Расскажи немножко Буквально два слова, да Затравочку дай Сейчас Да Ну, что-то мы должны увидеть За 10 секунд Давай Сейчас смотрите клип Там, короче, я пиджак снимаю Короче, было пять дублей Там есть сценарий Это важно Класс С этими пальцами Губами смелыми Ты растворяешь боль Стихами белыми Жизнь наполняется Всеми пределами Счастье мое Что же ты делаешь Сколько нам стоили Наши сомнения Мы за чертой с тобой Зона отчуждения Крылья изломаны Мысли не движимы Кто же, скажи Может, стать ближе мне Смотри, это все ты Ты жизнь во мне сохранила Давай любить вопреки Давай любить, что есть силы Смотри, это все ты Ты жизнь во мне сохранила Давай любить вопреки Давай любить, что есть силы Свет изнутри Свет изнутри Что есть силы Смотри, это все ты Ты жизнь во мне сохранила Давай любить вопреки Давай любить, что есть силы Смотри, это все ты Ты жизнь во мне сохранила Давай любить вопреки Давай любить, что есть силы Смотри, это все ты Ты жизнь во мне сохранила Давай любить, что есть силы Звезда этого клипа и этой песни Сергей Ашихмин сегодня у нас в гостях. Это программа «Лучшая в стране». Мне понравилось, Сергей, как ты проанонсировала свою работу за пять секунд. Ну, я там снимаю пиджак, пять дублей было. Рассказывай теперь подробно все про пиджак и про дублей, про девушку красивую, про образ. На самом деле, эта работа была для меня очень важная, потому что это новая команда, с кем я работал. Макфилм, спасибо вам большое, впервые с ними работал. Впервые я снимал в Москве, впервые на улице, обычно в павильонах. Сколько всего в первый раз. Да, все в первый раз. Впервые много там даже прорежиссировал что-то, вставлял какие-то свои пять копеек. Это мы уже поняли, что ты сам везде. Интересно было снимать, было очень все позитивно, были какие-то приключения с полицией. С полицией, когда у меня не было документов на машину, остановили, пришлось 15 минут уговаривать. А почему там номера были какие-то такие странные? Не странные? Да, машины. Так задумано, да? Это поменяли просто номера. Поменяли, понятно. Как бы у нас по... Перебили. По законодательству нельзя. Нельзя, вот. Хорошо. Расставлять номера. Вот, и был инцидент, когда меня остановили, не было документов, а надо было снимать финальную... А что же вы это в кадр-то не взяли, когда они остановили тебя? Так, а я же был не со съемочной. Съемочная команда ехала рядом. Сценарий, расскажи, кто был автор идей? Вот, интересно. Это мы вместе садились, но в основном придумали все Макфил. Режиссер тебе говорил что-то, вот, Сереж, вот твой герой, вот он такой-то, вот у него такие-то переживания. Конечно, конечно. Потому что как-то вот по тебе-то, что там у него внутри. Ну, ты очень прикольно рассказываешь со стороны про своего героя, можешь нам сейчас поведать, вот, что в идеале мы должны увидеть, смотря этот клип. Внутренний мир этого человека, что его грызет? Ну, на самом деле там такая банальная история, и самое главное, чтобы вы от клипа получили эмоции, чтобы вы увидели в клипе эмоции, чтобы он был живой. Ой, но мне больше всего понравился вот тот момент, который ты успел проанонсировать, где ты вот как-то так роскошно, очень таким дерзким движением снимаешь пиджак. Это было хорошо. Это, ну, этот кадр был для девушек. А для мужчин все-таки они должны были почувствовать, что я переживаю, как мне фигово. Конечно, конечно, мы тонкие существа, мы это чувствуем. Макфики тоже плачут, да? Мужчины еще, конечно, переживали, что ты дорогие часы отдал, но, с другой стороны, это показывает широту души твоего героя. Ой, какой ты мигантинный, я даже этого не заметила. Все, дам. А ты вообще по жизни такой щедрый человек? Да. Любишь устраивать какие-то столы, накрывать, приглашать домой гостей, друзей? Да, конечно, конечно. Мясо все время готовлю для друзей, когда в машине сижу, подходит, просит деньги. Как-то один человек мне один раз сказал, если к тебе подошли, ну, если есть возможность, ну, да, и не важно, куда они там уходят, если к тебе уже подошли, поэтому надо дать. Умница. Поэтому я как бы даю. Умница. Ну, такой, на самом деле, должен быть круговорот вещей во вселенной. Конечно, конечно. Что-то мы даем, что-то получаем. Что касается следующих клипов, расскажи, на какую песню сейчас уже, может быть, что-то делаешь. Секретик открытый такой. Секретик, да. Сейчас я занимаюсь над двумя песнями. А, кстати, мы не сказали, кто автор. А скажи. А сейчас вот все песни, которые первые я записываю синглами, это автор Стас Шуринц. Он участвовал на украинской фабрике звезд, он с Латвии, сейчас он живет в Германии, он попал на германский голос. Космополит такой, Стас, просто везде он. Везде, молодец. Он талантливый парень, у него очень красивый голос, я его еще заметил на украинской фабрике звезд. Его песни были, прям цепляло меня. А продолжить ли вы сотрудничество? И чисто случайно, чисто случайно я прям, ну, наткнулся на его песни, и мне сразу понравилось. Мы с ним сотрудничаем, и сейчас, поэтому, ну, мы как бы смотрим в плане песни в одну сторону. Про две песни рассказывай. Да, сейчас я делаю свою песню и еще одну песню Стаса, которая называется «Мне не заменить тебя». «Мне или меня?» «Мне не заменить тебя». Ну, «не заменить» она будет. Это следующий клип, который мы увидим примерно когда? Примерно уже вот ее пишу. Уже пишу. Перед Новым годом уже должна быть. Послушай, ну, складывается такое ощущение, что ты, в принципе, только работаешь, в погребочке с вами сидишь, пишешь, учишься играть на пианино, занимаешься вокалом. Выступаешь. Выступаешь, рвешь футболки на себе, даришь ведущим кепки, занимаешься своим брендом. Нет, я еще в «Контерстрайк» играю периодически. Так, вот это уже интересно. А чем ты реально занимаешься, хотел сказать, пока тебя никто не видит? Бывает, расслабляюсь, сажусь там, ну, иногда и в партию могу сыграть в «Контерстрайк». Пацаны знают, что это такое, где перестрелка на компьютере, игра компьютерная. Ну, Сереж, ну, а в реальности? Велосипеды, может быть, что-то тебя увлекает? Нет, я спорт, да, хожу на фитнес, занимаюсь. Сколько раз в неделю? Как да как. Бывает два, бывает три. Бывает ни разу. Это качалочка, беговая дорожка, велосипед, что больше любишь? У меня папа вообще спортсмен, там, и тренер по боксу, и волейболу. То есть ты просто приходишь к папе? Я, ну, он меня научил как-то вообще заниматься так, чтобы не перегружать свой организм. Распределять силы. Да, распределять силы и, как бы, мышцы напрягать все сразу. Сергей, тебе это здорово удается. У нас буквально 10 секунд пожелания своим поклонникам. Ребята, слушайте только качественную музыку. Я буду стараться писать песни, записывать, чтобы вам нравились эти песни, чтобы вы находили частичку себя в стране FM. Желаю хорошего настроения. Спасибо, Сергей Ашихин. В такую плохую погоду. Просто суперчеловек. До новых встреч. Мы восторгем. Пока-пока.